В 1995 году в направлении горного хребта в Закавказье, Муровдаг, военнослужащие и солдаты, заблудившиеся в тумане, были захватены в плен со стороны армян. Узнав об этом, командир военной части формирует две разведывательные группы. Каждой из групп дается задание, чтобы вернуть нашего солдата, необходимо взять в плен несколько армян. Первой группе не удается проникнуть в тыл врага. За второй группой остается следующий. Руководитель второй группы, имеющий в своем распоряжении 11 солдат, командир Рагуф Уруджи. Руководимый им разведывательный состав проходит через территорию оккупированной Кельбаджарской области. Несмотря на то, что они оставались 10 дней на территориях, оккупированных врагом, попытки взять в плен не удаются. Рагуф Уруджев, не выполнивший приказ, не мог вернуться с пустыми руками. Он ведет руководимую им группу на территорию в 30 километрах от тыла врага в направлении села Мярезя, вблизи дереванского озера Гелча. После тщательных наблюдений, как только стемнело, Рагуф Уруджев взял в плен трех армян из автомобилей, находящихся на территории близ села. Возвращаясь обратно, становится ясно, что один из военнопленных – сын командира полка. Военно-политическое руководство Армении поднимается с сигналом тревоги. Начинается крупная войсковая операция по захвату азербайджанских разведчиков. Но Рагуф Уруджев мастерски ведет свой состав по таким скрытым путям, что не удается их обнаружить. В переговорах по освобождению шести азербайджанских солдат, находящихся в плену армян, при водсотстве переходят на сторону Баку. Теперь армянские военные начинают умолять о пощаде. То, как относится командир Рагуф Уруджев к пленным, приводит солдат в изумление. Несмотря на оккупацию родного Авдамского района, где погибла его мать, Рагуф Уруджев проявляет офицерскую честь по отношению к гражданским армянам, делясь едой с пленными. Высшее руководство Азербайджана узнает о удачах Рагуфа Уруджева. Присылают отдельный вертолет, и они отправляются в Баку. Через некоторое время армяне взамен отпускают шесть азербайджанских солдат. Только лишь в направлении Муров-Дага в течение семи лет Рагуф Уруджев провел 80 с лишним разведывательных операций. Именно от этого произошло его прозвище «Муровский орех». Все его операции, притворившиеся в жизнь, были настолько немыслимыми, что о нем начали создаваться легенды. Единственные на то время разведчика, операции которого никогда не были расшифрованы. А армяне трижды пытались его убить, но это им не удавалось. В 18 лет в Узбекистане он отказался от службы в советских войсках. Он предпочел сражаться в Азербайджане за свои родные земли. Он прошел почетный путь от рирдового солдата до звания полковник-лейтенанта. Возмездие за смерть матери он видел не в смерти армянской женщины, а в освобождении земель от врагов. Став жертвой в апрельских сражениях, пусть и частично он достиг своей цели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова